Несмотря на то, что по уровню заболеваемости COVID-19 Самара занимает второе ранговое место, уступая лишь Тольятти, число зараженных в столице региона продолжает снижаться. 1517 заболевших зарегистрировали медики за минувшую неделю. В сравнении с предыдущим периодом количество пациентов с диагнозом COVID уменьшилось на 149 человек. Новая коронавирусная инфекция фиксируется во всех возрастных группах, но основная доля заболевших – это по-прежнему люди от 30 до 49 лет. По структуре клинических проявлений, отмечают врачи, заболеваемость с коронавирусом становится похоже на сезонное респираторное заболевание. Когда совсем немного бессимптомных носителей, немного тяжелых форм, потому что научились лечить, а основная масса заболевших – это средняя и легкая степень клинических проявлений. Но это пока вот такие небольшие научные наметки, которые на 51 неделе отразились в городе Самаре четко. Наука об этом только говорила предположительно. Мы на 51 неделе получили фактическое подтверждение этого. Активно идет в городе кампания по иммунизации населения от новой коронавирусной инфекции. Общее число вакцинированных и тех, кто же сделал первый компонент препарата – 728 775 человек. В период новогодних торжеств в Самаре продолжат свою работу все прививочные кабинеты. Также будут усилены проверки за исполнением всех действующих требований регионального Роспотребнадзора. Рейды по соблюдению масочного режима пройдут в общественном транспорте, крупных торговых центрах, объектах социального обслуживания. Особое внимание уделят храмам, в которых состоятся праздничные рождественские службы. До их начала ответственным лицам необходимо оборудовать церковные соборы санитайзерами, дезарами, средствами защиты и сделать разметку для соблюдения социальной дистанции. Ольга Павлова, Константин Головин, События.